Транспортный, земельный и налог на имущество физических лиц нужно уплатить до 1 декабря. Письма с таким напоминанием приходят налогоплательщикам в их почтовый ящик. Тем, у кого есть личный кабинет налогоплательщика для физических лиц, уведомления приходят не в письменном, а в электронном виде. Налоговыми органами Рязанской области было сформировано более 556 тысяч налоговых уведомлений в этом году. Больше трети из них, 175 тысяч, соответственно, было направлено в электронном виде. Пользователям личного кабинета физического лица. Остальные налоговые уведомления, это более 382 тысяч, были направлены, соответственно, через почту России. Общее количество объектов налогообложения в 2020 году также возросло. Например, земельных участков у тех же физлиц стало почти на 3 тысячи больше, транспорта на 2 тысячи. Прирост начисленной суммы невысокий, тому причина дополнительные меры поддержки предпринимателей. Да и льготы физлицам тоже предоставляются. Налоговые льготы и налоговые ставки по имущественным налогам для физических лиц устанавливаются нормативно-правовыми актами различного уровня – федерального, регионального или муниципального. Если говорить о транспортном налоге, то льготы предоставляются на территории Рязанской области на основании закона Рязанской области о налоговых льготах. Порядок исчисления имущественных налогов прежний. Он рассчитан по так называемой прямой формуле. При этом понижающий коэффициент не применяется. Уплатить налоги можно многими способами. Удобнее всего это сделать с помощью QR-кода или с помощью так называемого УИНа, 20-значного номера, который также содержится в уведомлении, при помощи терминала Сбербанка России, либо через сервис Сбербанка Сбербанк Онлайн. Также это можно сделать в электронном виде с помощью сервиса Федеральной налоговой службы, через личный кабинет налогоплательщика, либо при помощи специального сервиса уплаты налогов и пошли. Если остались вопросы, то можно зайти на сайт ФНС. Там есть промо-страница, которая так и называется «Налоговое уведомление 2021». Здесь разъяснения по всем различным ситуациям, что такое это налоговое уведомление, как его получить и исполнить, что делать, если его не прислали и многое другое. Валерий Седов, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».